Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Вот пандемия, ну теперь, наверное, локдаун при всей своей, естественно, негативной, негативных последствий. Есть одно позитивное последствие, если так можно сказать, ну, по крайней мере, жители Латвии занялись, очень много моих знакомых тоже занялись таким внутренним туризмом. Многие рижане как-то неудивительно открыли для себя Ригу, потому что, ну так вот, мы живем в такой ежедневной суете, и нам, мы даже иногда не успеваем поднять голову, гуляя или пробегая по центру Риги и посмотреть на этот дом какой-то, да, из юген стиля. И когда приезжают какие-то иностранные гости, знакомые, говорят, посмотри, какой красивый дом, и кто-то действительно поднимает голову и с удивлением обнаруживает, как же, я всю жизнь здесь прохожу, и даже вот нет времени оглянуться, осмотреться, историк, сертифицированный гид Олег Пухляк у нас сейчас на прямой связи посредством Зума. Олег, добрый день. Добрый день, Олег. Да, вот, наверное, такой вопрос, который, я думаю, наверняка знаю, что вы историк, знакомые задают. Есть ли для вас какие-то, ну, не знаю, загадки, если мы сейчас говорим о Риге, не будем сразу о всей Латвии, какие-то, не знаю, черные точки, вот историю которых вы пока до конца не знаете, не сохранили свидетельства, или все-таки можно сказать, что, ну, Ригу, насколько это возможно, вы знаете очень хорошо, я имею в виду с исторической точки зрения, не только географической. Да, Абик, спасибо большое за такой комплимент. Я не хотел бы сейчас показаться занудой, которая продирается к словам, но, тем не менее, вот эти, я бы все-таки про черные точки, может быть, не стал бы говорить, а давайте поговорим про белые пятна. О, давайте, про белые пятна. Потому что, и так у нас погода за окном такая достаточно сумрачная, давайте вот с белого такого что-то приятного начнем. Безусловно, конечно, белых пятен выше крыши, потому что в теории, конечно, город у нас небольшой, вроде бы и раскопки хорошо проводились, и историки основательно не одно столетие изучали. А тем не менее, на самом деле, очень часто, когда мы говорим о конкретике, то есть не просто история вообще, а вот конкретно мы встаем на улице перед каким-то домом, и мы не всегда даже можем сказать о том, в каком году он построен, даже не всегда, мы можем сказать, в каком веке, но если мы говорим про центр города. И таких вещей достаточно много. Безусловно, конечно, когда ты рассказываешь о городе, о домах, о людях, которые жили в этом городе, ну, ты говоришь о том, что известно. То есть не будешь говорить, а вот об этом мало что известно, об этом ничего не известно. Это всегда остаётся за кадром. Ну, на самом деле, сейчас тема айсбергов у нас актуализирована, да, сейчас у нас в Даугаве как раз айсберг, намекающий на одно, а я бы хотел связать с другим, как раз вот с известностью и неизвестностью. Вот помните, было в своё время, если не ошибаюсь, у Сократа, возможно, у Аристотеля, когда он своим ученикам рисует круг на песке и говорит, вот когда ты мало знаешь, вот маленький круг, вопросов у тебя не так много, то есть потому что ты понимаешь, что не знаешь ты, не так уж много, вот то, что по ту сторону круга, потом ты это узнаёшь, узнаёшь. Вопросов ещё больше и больше. Да, 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 так оно и есть, и поэтому это вопрос бесконечный. Вот всегда я и со своими учителями, преподавателями, и сейчас уже тоже говорю с коллегами, история, она и прекрасна, она и ужасна тем, что она не конечна, она бесконечна. То есть если в математике, ну, условно говоря, дважды два, но четыре, мы это приняли, поняли и всё отлично, то когда ты занимаешься историей, ты смотришь, 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 что происходило в одно столетие, в другое столетие, а потом оказывается, что вот всё то, что ты уже изучил вроде бы и знаешь, а всё это немножко с другого ракурса, и нюансы есть другие немножечко, и история совсем по-другому звучит. И вот эта вот история, она бесконечная. То есть это действительно не то, чтобы, знаете, как золотой рудник, который, ну, там любой рудник, выработал, закончил, закрыл тему и всё. Эта тема реально бесконечная. Вот не хочется ни в коем случае вас в политику толкать, но вот из того, что вы сказали, не значит ли это, что, к примеру, какие-то недобросовестные политики, ну, фактически, исходя из этого, говорят, ну, вы понимаете, ну, вот у нас тогда было такое понимание истории, а сейчас вот у нас новое прочтение, ну, я не знаю, не хочется опять-таки, но тем не менее. Вы знаете, у нас сейчас новое прочтение 9 мая, и никакой там ни победы не было, и вообще вы о чём тут говорите? Для кого-то, может быть, была, а вот для нас здесь не была. И уже действительно, особенно молодое поколение начинает теряться, говорит, а может быть, действительно что-то мы там вообще не то, нам родители и бабушки с дедушками рассказывали, не та история. Я понимаю, о чём вы говорите, и вот это тенденция. Понимаете, у нас же всегда везде есть мода. Мода есть на архитектуру, мода есть, в конце концов, на то, что мы кушаем сегодня в моде, на рост биф, и завтра будет морепродукт и так далее, и тому подобное. И история, хотим или не хотим, она подвержена, как и все остальные сферы приложения человека, она подвержена определённой моде. И сейчас нам, в самом деле, нужно, не только то, о чём вы говорите, это более масштабная такая мода идёт, на так называемую устную историю. И устная история, это вот как раз история постмодерна, когда, ну, не будем сейчас вообще про постмодерн говорить, как таковое, про подход к истории. То есть неважно, неважно, что происходило в истории, и важно, как люди помнят историю, как воспринимают историю. И поэтому, допустим, вас послезавтра спросят, вот каким был день пятничный, да, сегодня что у нас, на пятый получается, пятый ноября, а вы говорите, да светило солнышко, на душе было ярко, и хотелось петь песни. И неважно там, вот как, допустим, нас в своё время учили, и с точки зрения, вот здесь оно заложено, уже никого не денешься, надо залезать в какие-то справочники, где опубликован прогноз погоды, и посмотри, какая погода была, и тогда можно говорить. Не надо говорить вот этот подход устной истории. Если для человека это был солнечный день, для него это был солнечный день. Он так его воспринимал, и для него такой была история. То есть мы сейчас погружаемся в сознание такое сказочно-мифологичное. Мы от позитивистского взгляда, который сформировался в своё время, ну, долго-долго-долго шёл, ну, плюс-минус к 17 веку сформировался, мы сейчас от него чудовищно отказываемся. Обратите внимание, какой огромной сейчас популярностью начинает пользоваться вот эта вот, ну, казалось бы, смешная гипотеза о плоской земле. Не менее, ну, я сейчас не хочу там выдаваться в дискуссию, но тем не менее, концепция того, что у нас в 17 веке был огромный всенирный потоп, и все вот эти вот колонны, которые там, да, остались, они остались у нас с этого допотопного времени, который произошёл не по ветхозаветному преданию, который произошёл вот по мнению тех людей, которые эту концепцию развивают. Это же не только в поле русского языка. Если мы посмотрим, то же самое продвигается, очень активно продвигается и на английском языке, и на французском, и на немецком. То есть это такая вот, эта тенденция, она идёт. Я не хотел бы сейчас задумываться и начать анализировать, а почему она так пошла, почему она финансируется, но она есть. Так что то, что вы говорите, оно в истории сейчас происходит. Более того, значит, ещё один маленький нюансик такой, да не совсем, скажем так, по теме, но тем не менее. То, что, казалось бы, совсем ещё недавно было невозможно, потому что компьютеров не было, а потом, когда компьютеры появились, появились технологии, казалось, что, ну, смысл во всём этом. А вот сейчас на всех практически истфаках поголовно, не знаю, как в США, но, по крайней мере, в Европе существует направление компьютерное. Я сейчас точно название не воспроизведу, но смысл такой. Компьютерная история, где учатся, по большому счёту, компьютерные дизайнеры, которые получают историческое образование для того, чтобы можно было историю воспроизвести в 3D. Это действительно очень забавно, это очень занятно, это такой очень развлекающий момент, но другой нюанс опять-таки, да, насколько, скажем так, остановится вот это, вернее, куда оно пойдёт, это движение. Пойдёт ли оно, на самом деле, в замечательный иллюстративный материал, более подробно, досконально, наглядно объясняющий, что происходило в истории, или превратится просто в развлечение в шоу. Ну, это вот сейчас мы как раз тоже находимся буквально на пороге неизвестности, как пойдёт, вот узнаем на ближайшие десятилетия. Вот интересно, когда мы пытаемся перекинуть мостик из прошлого в настоящее, вот вы говорите о моде, но есть такие актуальные вот темы, ну вот сейчас мы понимаем, какая актуальная тема, всё, что связано с пандемией, и вполне возможно, я так допускаю, что те люди, которые вот приглашают вас как гида рассказать что-то по Риге, даже местные жители, мы сейчас о местных будем говорить, они скажут, вот интересно, ведь это же не первая пандемия, мягко говоря, в истории человечества, и в Средневековье, и Рига переживала эту пандемию, а вот как вот эта пандемия отразилась там на Риге, на годостроительстве, эти чумные кладбища, наверное, тоже ведь вас могут спросить и сказать, вот это сейчас актуально? Могут спросить, к счастью, не спрашивают. Знаете, я... Ну, не потому, что мне нечего ответить, и что мы сейчас можем об этом поговорить, но, знаете, я не сторонник юбилейной истории, ну, потому что, ну, хочешь, ты не хочешь, на самом деле, история, она очень привязана к каким-то датам, то есть вот сегодня у нас там, не знаю, через год, допустим, какой-то круглый юбилей какого-то события, и все начинают писать об этом, это интересно средство массовой информации, это интересно издателям, это интересно читателям, проходит пару лет, и бац, и интереса практически нет. Ну, как-то, ведь, если я уже историк, мне она интересна не только по круглым датам, а вообще. И вы знаете, так вот мне повезло в этом отношении, что вот и люди собираются такие, которые действительно, ну, интересуются вообще, да, то есть, ну, как бы на злобу дня вот таких вопросов не задают, задают вопросы, может быть, более такие, знаете, на поглубже, и поглубже, и пошире, и побольше, для того, чтобы расширить представления свои, ну, по сравнению, скажем, с базовыми такими, это действительно здорово, это вот самый настоящий кайф-драйв, когда, и если ты уже занимаешься историей, ну, путем откровенно, это, скажем так, не самое, ну, финансово... Да, прибыльное дело. ...занятие, да. Да, это понятно, что это, конечно, все-таки больше такое, да, интересное. И если занимаешься, значит, это и есть интерес, и вот если ты видишь людям, которым это действительно интересно, ну, это вот этот драйв, это действительно, вот, наверное, ну, может быть, нескромно сравнивать себя с музыкантами, там, или с актерами со сцены, которые говорят, что вот приходишь в зал, и ты видишь, там, люди покашливают, почихивают, на часы смотрят, там, кто-то чипсы забрасывает, вот, и ты уже играешь так постольку, поскольку. А если ты видишь вот это напряжение, ты видишь заинтересованность, видишь там реакцию зала, и ты сам не играешь, а ты живешь на сцене. Наверное, это то же самое, когда вот это чувство есть, здорово, что оно на самом деле есть, это приносит очень-очень серьёзное такое моральное удовлетворение и просто вот такую подпитку энергетическую. Что касается непосредственно вашего вопроса про... Если же мы актуализируем, Рига, как и любой средневековый город, она прошла несчастно через вот эти вот постоянные какие-то эпидемии. И город был достаточно небольшим. Но если мы говорим сегодня об оценке исследователей, какой была численно средневековая Рига, то где-то так до 15-16 столетия это плюс-минус около 10 тысяч человек. Всего? Да, иногда она заходила, перебиралась до каких-нибудь 12-13 тысяч, но потом опять иногда даже до 2-3 сбрасывала, потому что чума в любом средневековом городе, Рига здесь ничем не отличалась, она была естественным явлением, потому что, понимаете, мы сейчас живем, как бы нам не было тоскливо, и вот здесь, как историк, я все время говорю, да, как бы... Понимаете, вот такой тренинг, может быть, который пригодится всем слушателям радио. Ну вот бывает, бывает, как вы понимаете, бывают дни, когда опустишь руки и нет тебе ни музыки, ни сил. Ну вот просто, может быть, стоит сесть и подумать, что ты подходишь к крану, и ты открываешь там... Один кран у тебя, и вот холодная вода сама идет к тебе, открываешь другой кран, горячая сама вода идет. Сама, да. И другие вот эти вот прелести жизни там... О которых ты не задумываешься, да, да. Ничего же этого не было каких-то там 150 еще лет, да? И если ты хочешь воду, горячую воду, представьте, что необходимо с ведром, а не дай бог это еще, значит, не лето, не осень, а зима, гололед, и ты по гололеду с этими ведрами идешь, а если хочешь горячая вода была, необходимо еще ее подогреть, дрова необходимо для этого достать, то есть они должны быть подготовлены. И дальше, дальше, дальше начинаем пальцы загибать, и тогда мы понимаем, насколько на самом деле мы живем сейчас здорово. Так вот, возвращаясь к водопроводу. Какой водопровод в Средневековом городе? Ясное дело, что колодцы. Хорошо. Опять-таки, когда вот говорят культурный слой, почему перестал расти, нас обманывают историки, почему вот сейчас культурный слой не растет? Не растет он потому, что сейчас есть асфальтовое покрытие, есть брусчатка. И поэтому дворники каждый раз, ну, кто-то лучше работает, кто-то хуже работает, но в любом случае огромная армия дворников по всему миру, она очищает культурный слой. То есть он в итоге не нарастает, да, примерно с 17-18 века повсеместно, по крайней мере, по Европе. Ничего этого раньше не было. Плюс автомобили, сейчас велосипеды те же самые, они заменили огромную массу лошадок и осликов, которые сновали по каждому городу. А плюс, ко всему прочему, те же самые там коровки, курочки. Ну, курочки, может быть, гадят не так много, но тем не менее курочек зато и самих побольше. И вот каждая вот эта вот живность, она считала своим долгом. Как своим долгом? Ну, природа-мать. Она звала и требовала ставить после себя свидетельство того, что ты здесь был. Безусловно. И люди, в общем-то, тоже как бы ничем особо не отличались, потому что если ты поел, то и тоже надо самоутвердиться. То есть все это куда уходило. Теоретически были законы, которые требовали все это вывозить за пределы города. На практике, ну, в Риге в лучшем случае это все решалось ценой реки Риги, ну, или Ридзена, да, как обычно у нас ее называют, которая в итоге вообще прекратила существовать, потому что была засыпана мусором и всем остальным отходами жизнедеятельности. И на сегодня они напоминают только что, только само название улицы, по большому счету. Когда-то была вполне серьезная себе река. То есть мы даже себя иногда не можем представить, как люди жили, да? Да. И вот представьте, вот эта вся жизнедеятельность, которая, ну, надеюсь, я не обижу ничей слух, скажем так, в клусетах, которые были по городу разбросаны, или все это выливалось, проливалось, те же самые животные оставляли там, где они были, там они оставляли, асфальта никакого нет, брусчатки никакой нет, все это впитывается в землю. То есть потихонечку-потихонечку все это, оно попадает в грунтовые воды. И колодцы, которые накопаны, вот точно так же по городу Тамсян, потому что еще никто не копал тогда вот скважины глубокие колодцы, выкопал и выкопал. И поэтому все это попадало в ту воду, которую люди готовили. Да, понятное дело, что это понимали, и поэтому пиво активно пили. Почему пивоварение было очень активно развито? Ну, чтобы более-менее переварилось, перебродило, чтобы поздоровее было это питье. Ну, плюс, ко всему прочему, такое легкое состояние веселья с самого утра тоже, конечно, да, определенный плюс, возможно. Но все равно, все равно, так или иначе, вот эта атмосфера была достаточно нездоровая. Плюс, ко всему прочему, скученность построек внутри города, потому что крепостная стена, опасность вполне серьезная, военная постоянно. И поэтому внутри крепостной стены буквально напихивали здание, по-другому не скажешь. Это приводило к тому, что улочки узенькие, они не освещаются практически никогда солнцем. Ветер там не может, в общем-то, разогнать, опять-таки, ту заткус, которая была. Учитывая, что санитарная служба развита постольку, поскольку многие вещи просто гнили на протяжении месяцов. В теории, опять-таки, да, были там городские правила, которые заставляли с этим бороться. Городской палач, кстати говоря, был главным ассимизатором города, который должен был проверять отсутствие мусора. И если там, не дай бог, мусора накапливалось... Видите, вот интересно тоже, читаешь вот эти регулы городские, и там такие меры, скажем так, в определении мусора. То есть, если одна тачка мусора, то там дальше с каждого, значит, со двора которого или с улицы, перед домом которого вот одна тачка мусора была вывезена, должен за каждую тачку заплатить столько-то и столько-то. То есть, понимаете, это не наши времена, там, ни килограмм мусора, ни коробочка мусора, то есть, про тачку сразу речь идёт. Там уже дальше вопрос идёт, сколько тачек. Из этого мы можем говорить, что... Да, то есть, и вот это всё создавало, конечно, атмосферу благоприятную для любой заразы, по большому счёту. И поэтому население, как только оно чуть-чуть увеличилось, тут же оно и сокращалось. А опять через какое-то время... и опять сокращается. Поэтому 40 лет считалось уже очень пожилой возраст, да? А вот здесь тоже интересный подход, понимаете? Здесь, смотря, о каких слоях мы говорим, и, судя по всему, мы опять с вами и с радиослушателями к этому возвращаемся. Потому что если ты простой подёнщик, который работаешь... Любая тяжёлая работа, и ты не знаешь, завтра будет она у тебя или нет, вот тогда 40 лет – это вполне серьёзный возраст, и будь готов. А если ты принадлежишь к категории отцов города, если ты серьёзный предприниматель, то и за 80 лет можно было дожить, да? То есть разговоры о том, что... Даже так, несмотря на все эти эпидемии, были те, которые доживали до таких вот седин, скажем так, да? Да, более того, но самое интересное, допустим, в этом отношении у нас это истории, связанные с острыми цистерцианками, монахини, которые жили вот в монастыре, ну, нынешний монастырь, вернее, нынешний храм Марии Магдалены. То есть он возник в Средней века как вот этот вот монастырский храм, правда, ещё ко всему прочему использовали церковь святого Иакова. Два таких больших храма контролировали монахини, но это уже такая другая тема. И вот про них достаточно хорошо известно, что они таким долгожительством отличались. Там одна из них, если я сейчас правильно помню, Мария Нельткин, кажется, но может быть сейчас ошибусь, ну, как-то так примерно звучало её имя, в одной из книг там на полях написано, что вот Бог дал ей дожить более чем до 100 лет. Невероятно, в те времена, да. Да, и прокатилась реформация, реформация это у нас всё-таки первая половина XVI века, то есть, грубо говоря, Колумб относительно недавно открыл Америку, то есть многие ещё это обсуждали. И вот тогда там получилось так, что раз реформация, то все монастыри закрываются. И из уважения к женскому монастырю женщинам решили дать возможность их не закрывали, не разгоняли, а естественным путём, естественной ублью. То есть вот потихонечку-потихонечку просто будут умирать те, кто уже, а новых просто не принимать, и монастырь сам по себе в конце концов закроется. И вот там такое ощущение, что монахини назло всем и вопреки судьбе. То есть там, в общем-то, отмечали, что к концу уже. То есть всем было за восемь, ну как всем, там их было около десяти, но за восемьдесят, и тем не менее монастыри продолжают существовать. Удивительно, да. Так что нельзя сказать, что поголовно косой косили. Знаете, даже визуально, по большому счёту, можно было отличить человека состоятельного от человека, ну, откровенно говоря, бедного. Потому что бедный человек – это, может быть, мечта нынешних топ-моделей. Это анорексия по полной программе, потому что человек какой-то измождённый. И не потому, что он сидит на изиете, а потому, что реально у него нечего кушать. Поэтому он… Это было сплошь и рядом, да? Конечно. А с другой стороны идёт человек, то есть даже не надо смотреть на его одежду, там, какие у него там цепи есть золотые, нет золотых цепей, там, бархат, не бархат. Просто смотрим на его объёмы. То есть идёт упитанный человек, сейчас бы ему сказали, ну, вот за собой не следит, а тогда как раз наоборот, за собой следит, кушает регулярно и кушает много. Поэтому это вызывало вот уважение, восхищение. Жизнь удалась. Жизнь удалась, да. Вот интересно, может быть, те, которые не являются профессиональными историками, иногда, когда начинают заглядывать в прошлое, скажем так, изучать, они погружаются в депрессию, и кто-то мне хорошо сказал, говорит, ну, посмотри, ведь всё-таки создаётся ощущение, вот, печальное, может быть, такое открытие или печальный вывод, что люди не меняются, да, несмотря на уровень образования в целом, я имею в виду, да, несмотря на то, что сейчас интернет, мы же знаем, что были те, кто пишут, что их хотят там чипировать, и ты, начиная смотреть в историю, вспоминаешь, что тоже были рассказы о том, что вас чем-то уколют, у вас вырастут рога, хвосты и так далее, а сейчас век интернета, век цивилизации, высокий уровень образования, развитие науки, и мы слышим такие же речи от людей 21 века. Вот вас это не погружает в депрессию? Ну, я понимаю, куда вы меня пытаетесь... Не-не, я не хочу... Если мы, понимаете, если мы в эту сторону разворачиваемся, так можно же... Понимаете, история, она такая штука, что каждый, кто хочет, может найти там примеры выше крыши таких, каких именно... Ну, того меняются ли люди в историческом плане? Вот эта вот тема такая тоже любопытная, потому что, с одной стороны, люди не меняются две руки, две ноги, и всегда одновременно в любом обществе присутствовало и одновременно души прекрасные порывы, и одновременно страшнейший цинизм и прагматизм, и очень часто в одних и тех же людях это все было перемешано. И если мы посмотрим биографии, ну, в первую очередь, понятное дело, чья жизнь лучше всего изучена? Это или какие-то политические деятели достаточно известные, или это, может быть, деятели культуры? Может быть, не столько художники, но ближе, может быть, поэты. Если мы посмотрим, как вот в жизни этих людей перемешано все добро и зло одновременно, и вот кто этот человек? Ну, это мы, какие мы люди, потому что вот сегодня, грубо говорят, ты сделал, ну, нет, что-то, чем ты не гордишься, а завтра сделал то, чем, ну, в принципе, вполне достойно можно восхищаться. Оно так есть, и оно так, наверное, в этом отношении будет. Другой вопрос, что очень часто у людей воспринималось, вернее, менялось восприятие жизни и отношение... Хорошее, плохое, да. И это тоже, и это тоже. Ну, и смысл может быть жизни, потому что, ну, если мы говорим про наше время, ну, скажем так, материальное благополучие, оно является, ну, скажем так, самым ярким, таким самым утверждающим показателем. Одним из важнейших, да. Да-да-да-да-да. А если мы с вами... Ну, я понимаю, что Александр Дюма, возможно, не показатель, но тем не менее, все-таки, да, вот эта вот эпоха была перед нами достаточно хорошо, и почему я про Дюма вспомнил? Раньше бы я сказал, что все читали, все понимают, сейчас уже жизнь научила такие вообще не делать. Сейчас, в общем-то, я периодически даже, когда показываю, у нас в Риге легко можно перенестись, есть одно место где-то и на одном месте, можешь оказаться в Швейцарии и в Берне, и можно оказаться тут же самое на Бейкер-стрит. Да. То есть там маленький пятачок здесь снимали, вы знаете. Пару ситуаций было, после чего я уже, знаете, не говорю, что все помнят фильм «17 мгновений весны», и после другого случая я уже не говорю, что все помнят фильм Шерлок Холмс и доктор Ватсон, почему, потому что как-то вот так сказал, на что мне отвечают, а что, неужели он в Риге снимался, он же в Америке снимался. Да, ну вот. И тут вы встали, да, в тупике оказались, да. Но как иначе, тем не менее, тем не менее, все-таки какие-то есть книжки, которые, ну, более, скажем, известны, чем другие. И вот помните, приезжает там в Париж Д'Артаньян, мальчишка, сколько ему там, 20-ти, то точно не было, денег в кармане, не шиша, что называется, он поселяется в гостинице Бонасье, как сейчас бы мы сказали, успешного предпринимателя. То есть мало того, что в гостинице живет, его буквально третирует за гостиницу, не платит, но еще и заводит, ну, скажем так, шашни с его женой. И чувствует себя при этом комфортно, и Бонасье-то все это видит, все это знает, не смеет слово ему сказать. Как только он, заикаясь, напоминает ему об оплате за уже накопившиеся много-много месяцев, просто его пинком под зад реально выгоняют. Почему? Потому что у Д'Артаньяна красные каблуки на спагах. Красные каблуки – это свидетельство о дворянстве. Дворянстве. Да, издалека было видно, что дворянин идет, а не просто абы кто. То есть вот статус твой, откуда ты происходишь. Понимаете, вот в наше время, хоть какие угодно, хоть желтые каблуки одень. А заплатить, да. Да-да-да-да-да. То есть поэтому вот это тоже вот такая штука, она в истории. С одной стороны, человек-то какой был, такой он остался. И на самом деле, вспоминаем, экклезиаст, все было уже, да, и все только повторяется, и ничего нового нет. Я там не помню слово в слово, но концепт такой. А с другой стороны, если смотришь, ну на самом деле каждая эпоха, а уж не говоря про регионы, как регионы друг от друга отличались. То есть очень часто такое ощущение, что как будто ты такой какой-то космолетчик и оказался совершенно на другой планете, и ты изучаешь совершенно другую цивилизацию. И вот это все одновременно. Ну не зря. Гегель создал диалетику. Борьба противоположностей и одновременно единство противоположностей. Оно вот так вот и есть. Возвращаясь все-таки к Риге, есть ли места, которые на ваш взгляд гида, профессионального историка, что они незаслуженно забыты? Потому что когда мы представляем Ригу, ну и даже те, кто пробегает по центру города, часто видят, по крайней мере, так было до пандемии, когда вот эти группы туристов вводят, ну по существу, по одним и тем же, мы знаем, не знаю, это три вот этих направления, не знаю, Старая Рига, Югенстит, Альберта, улицы. И есть ли все-таки какие-то места, которые на вас взгляд, с исторической точки зрения, незаслуженно забыты, и куда туристы, и даже Рижане, их меньше вводят гиды? Сейчас продолжу ваш тезис. Но с одной стороны, что касается, вот говорите, двух-трех направлений, без них тоже никуда не денется. Да, это понятно, да. Да, это есть определенная обзорка, приезжает человек в Ригу, он приезжает на пару дней, понятное дело, что он за эти пару дней, ну не станет специалистом по Риге, потому что он даже всю жизнь прожив, все равно ты все знать не будешь. И поэтому какие-то, знаете, такие общие точки, но это... Это обязательно, да, да. Это жентельменский набор своего года, да. А что касается, вы говорите, если такие несправедливо забытые места, вы знаете, точно так же есть и несправедливо всем известные места, потому что, я думаю, наверное, мало кто из Рижан не знает такой дом Палача. И вот эти все легенды про Палача, сейчас не буду повторять их, но с другой стороны, если мы смотрим исторические документы, то мы понимаем, что, ну, мягко говоря, оно не совсем... Привличное, да. Да-да-да-да-да-да-да, потому что все было значительно, ну, скажем так, немножечко по-другому, так даже немножечко по-другому, пусть это будет вот так более нейтрально. Ну, а что касается вот напрямую как раз ответа на тот вопрос, который вы задали, точки города забытые, знаете, здесь, наверное, ну, просто опять-таки не потому, что они несправедливо забытые, а просто потому, что с точки зрения логистики, ну, ты не всегда к ним пойдешь, если только специально не пойдешь. Я имею в виду Рижскую периферию, я имею в виду вот эти наши микрорайоны... Да, вот я хотел как раз сказать, да. Да, в которых очень много чего происходило. Ну, хорошо, допустим, если мы говорим там о совершенно новых микрорайонах, такие как, ну, пусть это будет Пурсимс, пусть это будут Плявники, допустим, пусть это будет Иманта, Золитуды, то там действительно очень трудно, с точки зрения экскурсии, очень трудно. Почему? Потому что если мы рассказываем о истории этих микрорайонов, а история там очень интересная и очень давняя, ну, в основном придется всегда носить с собой планшет или какие-то там распечатанные иллюстрации показывать, а вот здесь, там, в 18 веке было то-то-то, а вот в 19 веке было то-то-то, то-то. Почему? Потому что визуализация сейчас совершенно другая. Когда строились эти микрорайоны, сначала все это было нивелировано, а потом дальше уже построены современные микрорайоны. А вот есть Агентс Каунс, вот я как житель Погдалговый. Ну, Агентс Каунс, Абик, что вы, там... Там такие дома есть, да. Вот такая, вы знаете, я специально два пальца покажу. Вот что касается, это уже следующая такая, хотел, вы меня опередили немножечко. Вот это вот они, с одной стороны, вроде бы забытые, действительно, потому что из центра, тот же самый Агентс Каунс, там, допустим, да, или, ну, хотя бы те же самые, там, а вот, и плюс-минус по расстоянию, так плюс-минус одинаково, да, центра. Но ты не всегда будешь добираться, если только специально не пойдешь. Но если ты специально туда пойдешь, перед тобой действительно открывается кладезь и истории, и визуалки, потому что, ну, мы как-то привыкли, понимаете, всегда бегом-бегом-бегом, бегом утром на работу, потом вечером. Да, там в Парадолгове есть такие дома, очень интересные, да. Да. И даже, может быть, опять-таки, большое в малом, да, то есть, ну, то, что большой дом, красивый дом с хорошей архитектурой может привлекать внимание и должен привлекать внимание, это привычно и понятно. Но очень часто мы можем научиться восторгаться, знаете, как японцы, малым какая-то, маленькая такая штучка, они, боже мой, как это прекрасно, вот какой-нибудь деревянный район, деревянный город, который практически разваливается, и вдруг мы заходим там за какой-нибудь за угол, и мы видим какое-то приспособление, приблуду, иногда так говорят, которое сейчас, может быть, даже ты и не знаешь, для чего она, и вот попытаться догадаться, для чего ее здесь поставили, какую функцию она выполняла. И вот такой маленький кайф в этом есть. Или, допустим, там дом уже тоже деревянный какой-то полуразвалился, уже почти практически осыпался, заходим с другой стороны, и мы видим еще ту старую резьбу, которая сохранилась с тех времен, когда еще дом построен. И мы начинаем в голове вот так вот прокручивать эту резьбу, этот дом весь полностью одевать, и понимаем, каким же красавцем был он в молодые годы. И вот таких вещей очень-очень-очень-очень много. Да в конце концов обычные те же самые там электробудки, те, которые сохранились, достаточно много их сохранилось еще с начала 20-го столетия. И каждая из них, опять-таки, в конце концов, даже не просто бахнули будку и забыли про нее, это же специально городские архитекторы разрабатывали проект по этому проекту, чтобы она визуально не диссонировала с соседними домами. И плюс ко всему прочему, вот эта вот, каждая будка, она как памятник электричеству. То есть мы сейчас привыкли, бах, вот и электричество пошло, побежал.